всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал сегодня фокусе организации хранения косметики в свое время энное количество лет назад я помню что я видела подобные акриловые органайзеры у лизоны но я живу в сибири и заказывать акрил из-за океана очень нереально потому что я у другого уже блогера у катерины доники видела что ей такие органайзеры пришли разбитые то есть она где-то заказывала может быть в китае и я тоже заказала ну как же да у всех есть там у кати у лизы мне же тоже надо из серии в общем я заказала и подобные я нашла еще фикс прайсе вы видите размеры я думаю здесь уже каждая вправе сама решать что ей нужно и хватит ли ей такого органайзера но мне его естественно не хватит поэтому скорее всего я буду их разыгрывать на своем канале в качестве призов потому что ну вполне возможно там в городах иркутск ангарск или может быть только ангарск вы напишите под видео готовы ли вы ждать такой органайзер по почте россии еще как вариант он может прийти просто разбитый а вот поэтому как бы для меня они пока только выполняют функцию пылесборников и больше ничего поэтому я не знаю девочки и мальчики я хочу как бы здесь уже с вами пообщаться на эту тему напишите в комментариях вот там под видео напишите в комментариях у вас лично какую функцию выполняют данные органайзеры это вот такой вот он небольшой вы сами понимаете что если класть сюда что-то громоздкая то ну как бы место очень быстро заканчивается я для сравнения поставила вам пару лаков вот и у меня к вам такой вопрос справедливый вопрос повторяется войдет ли у вас что-то в него а я покажу другие уже более такие функциональные начала я с самого простого и заказала я кстати его на тау 38 это ну просто так к слову ссылочка будет внизу и там вы найдете огромное количество по очень бюджетной цене сейчас я покажу вам другие вот вариант 1 вот вариант 1 и вы уже как бы видите что тот который продается в фиксе он очень удобен для того чтобы в нем что-то хранить вертикально вот и он разумеется не подходит по размеру то есть принято считать что эти органайзеры они такие все стандартные идут нет вот внизу китайский стал 38 он естественно хоть он и очень маленький он более вместительный чем подобный органайзер который идеально совпадает вот сверху то есть тот который продается фикси он очень очень маленький и давайте смотреть дальше что у нас есть это так просто сравнение мне нравится карандашики и туши и вообще все вертикальное здесь конечно очень удобно хранить здесь вообще ничего не скажешь здесь просто идеально вот такой органайзер то есть он смотрится вместе вот так это вот именно стал 38 у меня пришел полностью идеальный у меня пришел он полностью как сказать классный ни одного над кола то есть все нормально вертикальные мне нравится я уже говорила это и на то а у 38 соответственно они более вместительные сейчас я покажу а из фикс прайса и вас будет возможность сравнить во первых посмотрите сколько делений естественно все это стоит на открытом воздухе все это разумеется пылится тут уже ничего не поделаешь и сейчас у вас будет возможность сравнить вот соответственно они менее функциональны это просто видно невооруженным глазом и девочки решайте сами иметь или не иметь такой на всякий случай у себя можно пододвинуть чтобы было лучше видно ну тут как-то не входит особо потому что у меня столик этот маленький чтобы лишнее в кадр не помещалось в общем организации хранения косметики если у вас ее мало то это решает проблему если у вас ее много это просто игрушка и даже с тем что вы расходуете каждый день то что у вас вот просто под руками этого не хватает как не крути здесь очень хорошо вот эти корзинки с разделителями из фикс прайса работают вот в них входит просто огромное количество девочки у кого есть такие корзинки с разделителями они знают они уже прочувствовали эту тему вот в них действительно вертикально очень-очень много чего помещается и помад огромное количество и огромное количество кистей так далее так далее и так далее поэтому если у вас много косметики это безделушка если у вас мало косметики это такая дополнительная игрушечка на вашем туалетном столике стоимость приятные там и там я все укажу под видео заглядывайте под мои видео и у вас будет возможность в этом лично убедиться это была ольга швец я выпускаю видео не очень часто за что прошу прощения но во первых нет настроения во вторых хочется делиться полезной информации то есть здесь уже видео выходит в зависимости от того есть ли полезная информация в данный момент либо ее нет ищите меня в других социальных сетях ссылочки я тоже оставлю под видео всем всего хорошего до новых встреч давайте дружить и общаться я ольга швец